Петропавловск закрыт полностью. Режим честным. Я не смотрю новости, ты знаешь что? Там соседние деревни, белокамельная деревня. Там есть колонды питьевой воды, она нормальная. Но Петропавловск не отпускает. Дороги же снова, некоторые дороги вообще официально издалбили, чтобы вода прошла через трассу. Всех ушло. Так, ну я тебе предлагаю филировку. Что-то я вверх не хочу. У тебя вообще какого-то не оброшено. Как ты смотришь на это? Как ходить? Вообще прям короткий. Сейчас мужик был. Ебала. Типа надо было видеть. Пацан, следующее видео. Это пиздос. Чё это? А там вот так идёт голову. У меня не было телефона, я бы ему вот эту заднюю. А я его на его телефон сняла. Вот это вообще нет. Вот так. Отрезали всё? Побрели? Полностью сняли взрослую мужику. Я была в шоке. Ну сзади будет отращивать. Я ему говорю, я тебе что будем делать? Я говорю, что впереди это всё выровняли. Насколько возможно. Здесь и не хватает. Потом мы вот так обескрезали. Прям вот это вот так. Ну боль, боль впереди получилась. Тут лицо фейс. Больно всё повырвало ему там. Прям симпатичный даже получился. Я когда в командировке ездила, я говорю, короче, ну я с мужиком с фликсом вместе по работе. Это когда туда пять назад было. Такая вкусная была. Снова свяжёмся. И у него женщина прозевала что-то. И она его бреет, бреет. И что-то рука заскочила. И вот отсюда вот так вот. Ой, нет. Как может такой партий скочить? Ну вот этот сейчас пешок была. Нет, я прям. Он меня знает. И я его знаю. Раньше, когда старик начинал, он как веков 19, было 10 лет назад. Он там, детка работала, Мадинка. Он у неё с 30. Потом Мадинка уехала в Караганду. И всё, я его вот так нет-нет в городе раньше видела. А тут, короче, с этого подъезда, с первого мужик пришёл на дня. Месяц. Он сидел месяц на лавочке. Смотрит на меня. Молчит. Вообще ни разу не здорово. Тут, короче, субботу. Я в 7 часов всё закончила работать, убрала всё. Кто ушла? Утром в воскресенье. Утром в воскресенье. Прихожу сидеть на лавочке. Говорит. Здравствуйте. Я так обешала, блядь. А он мне говорит, а что вы вчера ушли? Говорит. Я вот вышел, говорит, в воскресенье, а вас нету. Что ему сказать, нечего тебя ждать, сидеть, блядь. Придёшь ты или что, блядь, я откуда знаю, блядь. У меня ж по записи. А он мне говорит, ой, мне бы к вам подстричься. В общем, подстривала его, блядь, а нахуё подстричьки. Куда-то пошёл, там, кому-то, что-то и вот сегодня. Ботанничий, он не будет, видишь? О, он кричит с копееками. Подстричься. А я на фото смотрю на Али, такая знакомая морда, думаю, блядь, что ж такое-то. Осенька пришёл, и у меня не узнает. Я с него, он сел такой, у меня не узнает, короче. А я ему, что говорю, не узнал? Оля, ты что ли, господи? А, про тебя говорят мне, да? А что я раньше не пришёл? И кепку снимает, ебать. И вот этот пацан, который сидел, он аж, блядь, так, ха-ха-ха. Ну там нереально, блядь. Я его подстригаю уже, и тот следующий пришёл, так смотрит. Потом он ушёл, он говорит, а что это было? Я говорю, да, блядь, подстрелил. Он говорит, что так возможно? Я говорю, ну, блядь. А что вы, говорит, сфоткали его сзади? Я говорю, блядь, я говорю, телефона нет. Сфоткать-то, господи. А как вы, говорит, работаете? Я говорю, ну я вас всех вчера записала, блядь. Я же не знала, что у меня телефон сломается, говорю. Единственное, вот говорю, с двенадцати, это, с двенадцати, ой, с часу до двух никого не записала. Вот так, говорю, полная. Мы отправились приехать сегодня было, да? А? Раньше мог приехать. Да, вот, ну я пошла, телефон забрала и всё вот это провяжу. А я в машину полчаса себе. Да, конечно. Ну я там, на базаре себе. Ну я в час закончила, пацана пошла, вот телефон забрала. Мы с его телефона позвонили, а он говорит, ещё минут два. Я говорю, в смысле, вы же сказали, в двенадцать вообще будет готово. Просто говорю, у меня запись была, я из этого в двенадцать не пришла. Ну это. Ну и работники, блядь, все. Ну как так, ну если тебе, блядь, двенадцать, например, да? Ну в двенадцать ты и должен, ну в моих понятиях, отдать телефон. Потому что я уже в час пришла, и говорит, минут двадцать подождите. Как-то у меня не знаю, что за работники, блядь. Ну это, может быть, кромсон и ебать. Сказать, что это ебать, это ничего не сказалось. И всё самое интересное, все здесь рядом живут. Ну, короче, если этот микро-айон, походу, это будет как-то ходить. Походу. Завтра пойдём, он мне сказал, пойдёте, защитку поставлю он. И что-то там ещё поставят, блядь. А, чехол, блядь, нормальный. Бронирование, каждый месяц, блядь, по телефону, блядь, заебах. По миссии, я бы уже сделала, блядь, телефон блядь, месяц не так что-то. Да ну, я не пользуюсь. Ну там, я прошу тельфону не летал, по-саму, я со второго года падал. Ну, стекло отреснуло. Да, да, да. Какое-то защитное стояло, а какое-то треснуло. Забот на днях, вся щитка отреснула. Я снила, оказывается, не защитка отреснула. Я и стекло тоже отреснула. Ну, думаю, ну и ладно. Потом он начал только с резервки включаться. Открываться. Ну, ладно, думаю, да и пусть он догнулась до конца. А всё где я его добила? Подошла сюда на угол. И что-то наушник у меня зацепился за карманом. Я поднимаю полстекланицы. Я говорю, ну ладно, я почти в конце в сауне до шести минут. Шесть последний был запись. Ну, кто там всё равно напишет, раньше семи не увидел. А до семи телефонов. Мам, ты не можешь. Ну, я пользуюсь. Телефон они вошли. Мне бы что-нибудь такое, как раньше, в советское время. Набираешь, и звонишь, блин. Ну что ж, никто за мальчик лепондах не открывается? У меня там остается на всех телефонов. Честно сказать, даже номер не знаю. Платить плачу, а номер не знаю. Мне его поменяли. Какая-то баба позвонила. Говорит, номер меняем. Что-то продиктовала. А что продиктовала. Ну, и, короче, я больше не знаю. Туда ходить, у меня нет времени. Мне вообще надо отказаться от телекома. У меня вообще тоже телефон есть, но номер есть. Ну, мы платим за него, но это как бы... Нет бы его. У нас все это тарифы. То есть он добавил телефон. Вот, интернет, все. Ну вот у меня такая же фигня. А телефон, я тебе говорю, мы не пользуемся. Нам никто не звонит. Трубка, я не знаю, где она лежит. Если не хочу. База где-то стоит там в прошлом. А трубку вообще мы не знаем. А так, тупо просто плачу. А так, никогда не позвонишь, потому что нет этой трубки. Я не знаю, где она лежит. Да, ну что-то аллергия или прям. Я с людьми уже... Ну, подытка будет все за 5 кучей. У меня в 5 кучей он любви не началась. Обычно за это время начинается. Но это не... Я чешусь прям. У меня не чешется. Нет, у меня не чешется. У меня глаза красные и слезят. Горят они как-то. У меня они горят и чешутся. Чешутся, глаза красные, слезят. Потом нос лебит постоянно, чихают. Вот голос у меня как-будто. У меня голос пропадает. Вот подыток у меня неполнатный. Я, короче, голос проколол. Один сестра, короче, помогли. До второй сестра начал голос, они мне не помогают. Потом начал, короче, таблетки пить. Таблетки пил, один год помогает, следующий год тоже не помогает. Один год, короче, спасает. Немножко не помогает. Потом, короче, капли купил. Таблетки пил, не называются. Хочешь капли там? В глаза? Не, не, нос. Ага. Они, короче, не одна только, а аллергия чистая. Ага. Их пшикал. Вот, изначально пшикал, я считаю, два-три года уже здесь аллергия. Прошла. Ух ты, у нас не постарше. Такие капли какие-то, точно. Все дома. Ну, они мне помогли, а вот их не кто-то помогли. Но тоже аллергия. Ага. Ну, у меня не прошла она. У него даже когда аллергия вот пришла, они ему не помогли. Ну, надо пробовать. И я, видишь, я тут чистый таблетки, может лучше вот это попробовать. Какая разница? Ну, самое лучшее мне, короче, укол укол могли. Укол мне вообще никак. Вообще, если укол встает, то он болит. Вообще, ни в одном боли. Вот, мне укол встали, и получается, я через где-то час-два уже у меня нос дышал, все полностью, глаза проходили. Не, у меня не закладывает, у меня исчезает голос. И чешется, и чешется, и горит. Глаза горят. А у меня прям сильно, как будто нас там закладывает. Дышать вообще не могу, если дабли покупал. После лета постоянно у меня, до зимы, я вот зависим был на карточку делать. У меня на этом преднезалоне, ага, у меня этот, у меня глаза из этого пух шлика, где-то муха является, вот эта нижняя часть, потому что этот преднезалон делает. У меня тоже это, как его, нижняя часть красным становится, и это, аж болит. Да, 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 нефигаси. Все, голос сошел. А, еще как, блин, аж это, до мозга. Вроде не жесткие, но жесткие у тебя голоса. Ой, смело, хорошо получается. Телефон сделала, все сделала, все записала, смотри там. А у меня всякий пацан был, который где-то сейчас ушел. Он мне говорит, что... А я вот смотрю, в начале 8-го только видели на вальсап, или мы не пригласили, что-то странно. А вы, ну, из телефона нет, все странно. Если ты расторживай, я сразу перейду, и телефон заходи дома. Я, значит, все. Страшно, что вы ездите. Теперь буду, как этот, ну, какой-нибудь такой чехол, бронированный, блядь. Смешка, что-то? Ну, что-нибудь надо, блядь, я не знаю. Ну, где я устала от этих телефонов каждый раз сфинансировать? Либо железный телефон только один здесь. Да, ну, батя покупали, просто. Пацаны говорят, дорогой телефон новый, кто не покупал, шайф-помотов, это... Мы будем за месяц его качать, где-то уронят его на работе. Вот, дешево купили, у нас, что, плавые купили, и все, по-моему. Ежется, да? И он уже полтора года с не ходил. Афигенно, что это, что-то подешевле за день. Я три года похлопну. Думаю, айфон тринадцатый купили, когда тринадцатый только вышел. Разбил, да? Вот, он на кофе овалил, и упал, и на кофе. Афигенно. Не, я в айфонах не понимаю. Я их не хочу. Да, я после айфона вообще не видел, ну, в салфон, ну, раньше я ходил в салоне. Я их открывать не имею ничего, не имею в виду, честно говоря, я не хочу айфон. У меня у детей айфоны. Я, бывает, и где-то их забираю, и они думают, что я, этот, вазилю. Я им объясняю, что идет, и я даже, блядь, его открыть мне-то не умею. Мама, а вы мне, блядь, говорите, чтобы я там что-то залазила, я их смотрела. Мама тоже жалуется. Айфон их подарили, а она им пользоваться не умеет. И до сих пор со старой шанса с удовольствием. Да. У меня телефоны не ходят. Да, айфон не понимает. Это первое, то есть, сколько нужно. Потом уже удобно. Удобно, да? Удобно, да? а где у детей? он дико сожировал а значит он работает работает у него зашедший, я вас прощу зашедший у помощника 500, 500, 500, 500 я думаю, что все в ЖД круто очень много в ЖД работаешь, личной жизни нет постоянно поезд он дико сейчас работает ему в 4 утра могут позвонить да, 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 вот так ты всегда должен звонки быть не знаю, с другой стороны работа есть с другой стороны вот так вот так а так, блядь, мы же без работы себя без денег я выехала сарвата как они заныли у меня оля клиент жёг все жёг пошел на моей базе он придет пацанка ой заряд ой то ой все ну кабинет дайте так хорошо кому-нибудь ну что блюде шли на своих вот что вы наработали на то мы живете а тут привыкли говорит что это за счет меня выразить люди привыкли как сказать не работает уже по-другому опоздаешь вылетишь тайна не гуляет свободно время ловесного дома отдыхаю ты понимаешь меня теперь почему я не выхожу сейчас никуда да конечно по фото погуляю там в парень что красавица завтра выхотнете спасибо выходить нету больше ну вот это кафешка которая когда по мне идешь домой я не знаю что там сейчас на домике наверно где вот этот как его господи уже забыл формашка была где вы собирались там а колярка ты не знаешь что там сейчас на домике там сейчас кому-то за хищи ну есть эти но очень мало там мало мало даже денег нету больше почему прям вообще ты знаешь и на раз иду вообще никого нет как-то невыгодный бизнес получился да там было не там все минус не уйдут дом в это помещение их да да все их только если на персонал там там совсем я пострел подумал что мужчинка мне так показалось что там еще ну мне так почему не знаю почему еще куда теперь куда не знаю уже ужаженный волосы это еще не разница в это месяца 7 дней Да не умею я такими вещами. Не надо же лезвать чем-нибудь. Прям пол утра отлетела и горит. Самсунг. Время. Пытаюсь у этого, но он уже не функционирует. Но горит. А эти работники, мне кажется, они не работают. Вот 12 лет готов. Я вам говорю, 12 лет я не придумываю. У меня было это в записи сейчас. Какой сейчас задернул телефон на своем экране? Так, за этот он меня 16 взял. Самсунг летит. Тяжелка. Ты знаешь, я готова была стульником. Лишь бы, блядь, это. Я пошла сняла, блядь, аж этот, деньги. Но он слишком много тебе денег? Думаю, ну, думаю, если что, что делать дома. Сразу возьму, блядь. Если там что-то будет долго и придолго. Нема фига, блядь. Чего делать, блядь, как без телефона? У меня хоть и жизнь не в телефоне, но тем не менее в телефоне. Как оказалось. Без телефона этот у вас может быть. Да вот я с полвосьмого до пол первого. Слышь, я уже все, я нервно. Я скурила 12 сигарет, блядь. Пачку купила. Какую 12? Мы посчитаем, 20 штук было. А, 18 сигарет скурила. Я уже ничего не хотела, блядь, уже курить. Уже думала, с понедельника брошу. Клиент приходит в воскресенье вечером. У меня одна осталась. Я думаю, все, вот, и все, завтра уже все. Дома же я не курю. Заходит и говорит, Оля, я вам сигареты купил. Я думаю, смотри, в смысле, я сам не курю? Ой, боже, мне раньше всегда писали. Говорит, Толя, ты купи мне по пути я. Говорит, купил. Думаю, ладно, что там это. Я ему говорю, ты на хера купил? Теперь же, блядь, мне завтра придется курить. Ну и что же, блядь, в понедельник курить? А все, это уже понедельник начало, то уже все. Это как первое, это, потом у меня клиент. Толь, юморист. Оль, ты же хорошо на английском разговариваешь. Давайте будем говорить с первого января учить английский. Это в том году было. Я ему говорю, да смело. Говорю, только ты знаешь, по 1 января, говорю, воскресенье. Давай мы с тобой с понедельника начнем? Блядь, по сей момент вспоминаем. Ржом я ему говорю, че, блядь, когда английский? Он говорит, с первого января, говорю, на понедельник. Он мне в фейсбук этот достал, я вчера выкладывала. Я закрыл сразу. Да ты сейчас зайди, посмотри, че там твои, там больше ста человек уже дружбу пока. Откуда они все вы... Только я зарегистрировалась в фейсбуке, и все, и вчера, со вчерашнего дня, 34 приняла дружбу. И еще смотрю сегодня с утра, 120 уже предложил. Письки скидывают мне свои. Один пишет, у тебя дети есть? Да я видел, видел. Я ему пишу, ты че, блядь, их обеспечивать будешь? Ну че ты спрашиваешь, блядь, ну смысл этого? Че ты типа... Это ты с мамой и папой живешь. Ага, блядь. Ну я уже не стала отвечать, ему все, вышла оттуда. И сегодня смотрю, сейчас вот будет 120 желающих еще подписаться. Да и тут все лезть. Нахуй, я уже не стала ни с кем больше переписать. Нахуй, я не знаю. Не, еще мне статус выставлять, надо переводить. Клиентам писать. Не ж, мне тут по-моему. И 90 процентов, наверное, на веке что-то знает. Прямо английски хорошо. Из клиентов-то. Это если все переводить, ставить, это... Ну там потенциального ухажера мне точно я там не найду. Я там посмотрела та шушела, которая мне предлагает. Один игрок, я еще не игрок столько. Красивый клеш. А вот раздни, одете себе лезть? Я одет с двух лет там. А в Севидовицкой сейчас. А в Севидовицкой в Севидовицкой сейчас. А в Севидовицкой в Севидовицке мне не нравится. Там какие-то это озабочки не есть. у алиханова работала там женщина жила в этом доме с мужем муж 70 с лишним лет а ей 40 скотин у меня старше на 20 с лишним лет трое детей у них все потом вот это ко мне варвар 20 она приходит в декабре месяце 24 с мужиком мужик иностранец она говорит ой говорит привет его ты чё вы себя она говорит можешь говорит это жениха моего побыть на я на нее смотрю в смысле для жениха она говорит с мужем развелась в общем уехала она он в корчане 25 декабря расписались это я уже все это подруга здесь расписались с этим мужиком и он ее увез за границу он за ней приехал раз прикинь блять она в телеграм-канале у меня есть это пчелка и эти троих детей забрал как у рапса на такие эти выставляют сейчас я тебе покажу вот он такие эти она как-то называется вот вот она где она вон они поехали вон они поехали вон они здесь детей вот она она куда-то его за границу короче мы ее забыла как называется короче там все она с января месяца там и в магазине дети загранку забался вот эти трое детей вот это от пенсионера которые здесь вон они как будто и его дети ну так относятся видимо отношения в школе здесь они еще куда-то не уехали как называется Триот ofereце и вот они забранинзер вообще это он вот не 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 а что с тремя а как познакомиться он говорит в интернете я да ну нахуй а он по-русски короче хуёла я давай там расспрашивать потом она вышла короче кто-то позвонила я ему говорю ты чё дурачок наху он тебе нужна а он говорит она хорошей как это дед разрешил развелась вот так оказывается интернет это махаббат нет я такое не верю это не надо такое общение а вот это интернет и потом приехал в начале декабря приехал и всего января не улетели заранее общались ну онлайн все равно как онлайн что значит онлайн можно тебе дам онлайн и он в этих детей я вот смотрю наблюдаю да что он этих детей как будто там как будто не его может есть конечно порядочные мужики может быть но я в этот знаешь свежо предание довериться с трудом мне кажется в европе жену тяжело найти там же женщина обычно по 45 в обои да что-то я такое не припомню но она по пенсионного возраста на старше меня и уже тоже около полтоса блять поэтому пенсионеру и и 70 сникуем который здесь был балхарский блять чувак ну прям старый перду у нас туда он не ухоженный он прям еще ты знаешь чему-чему я вообще забираю таких видишь катичу не видели я ее вот не видела с того года я даже не слышала ничего не интересно вообще даже эти честно скажу вообще не курс и бля может и не желали зачем узнавать о человеке которым блять ничего не хочется от жизни если у человека нет желания жить зачем но я по-другому родить и на рынок все равно детей поднимать еще и идем сами когда ты думаешь о детях ты идешь и работаешь а не увольняешься когда у тебя за душой ни копейки кроме кредитных критиков для дома это не только честно в арктиках с того года я даже не слышала не спрашивала вообще этот человек для меня не существует спасибо антикальная личность я ее очень особо года два народа не видел и помогала и по телефону работающего монтаж полтора года назад по телефону за карганде было все я ничего не знаю не видела ни разу и даже нищего там нищего там нищего там на станцию и мыслили нищего а с этого плеча и бросила в том году все что это уже их проблему зачем это людей тащить на себе которые не сами себя тянут вниз вот у тебя деньги есть у тебя были такие же деньги как у меня ничем не меньше не хуже нам всем равноправно оставлено было наследство абсолютно равная сумма что тебе что мне есть ты ее прогуляла без ума ты меня извините кому она там блять муженьку своему блять помогала царственной безмедро да материально блять машину одну купила машину вторую купила